Сейчас мы вновь возвращаемся к сегодняшнему разговору президента с премьером. Как мы уже сообщали, Владимир Путин поддержал предложение правительства сделать скидку на газ для Киева еще на три месяца. И только что мы получили видеокадры, беседы президента и премьера. Завтра заканчивается действие льготного пакета поставок энергоносителей, в данном случае природного газа на Украину. Потом знаю, что НАК Украины обратился в Газпром с просьбой продлить действие этого льготного пакета. А Газпром намерен был обратиться в правительство. Дмитрий Трофимович, как правительство относится к этой просьбе и что вы планируете в этом смысле предпринять? Мы получили обращение Газпрома, основанное на обращении их украинских партнеров, суть которого сводится к тому, чтобы продлить действие льготного пакета мер на ближайший квартал, то есть до первого июля, на три месяца. Мы исходим из того, что в настоящий момент украинская экономика находится в весьма сложном положении. И несмотря на то, что, конечно, такого рода решения предполагают, может быть, не самые благоприятные последствия и для нашего бюджета, я имею в виду отказ от части экспортной пошлины, Но в этих условиях мы считаем возможным обращение Газпрома, ну и, соответственно, обращение украинской стороны поддержать. При понимании того, что все базовые условия действующего контракта, который связывает нашу компанию Газпром и Накнефтегаз Украины, они будут соблюдаться неукоснительно, включая и возвращение тех долгов, которые к настоящему моменту накоплены. Давайте так и сделаем, имея в виду, что сегодняшние условия будут действовать еще три месяца, понимая, что конечная цена газа для наших потребителей за границей так или иначе связана с ценой на нефть. А цена на мировых рынках нефти весьма волатильна. И, исходя из этого, нам нужно будет через три месяца посмотреть, что происходит в этой области, и после этого принять дополнительные решения.